Вы думаете, что это такое? Непонятные столбы, палки, ёлки. Нет, это памятник соли. Это типа солевые такие кристаллы. Ну вот, а здесь фабрика, соляная фабрика. Да, потому что город Халя, или его по-русски называют Галя, прославился или был основан вообще благодаря соли. Потому что в этом городе... О, сколько было... Важен было в этом городе. Ну вот, прогуляемся и немного посмотрим. Много лет они торговали солью, обогатели. Ну, поэтому и город выглядит так же, красивенько. Когда-нибудь здесь откроется музей, а пока ведутся только ремонтные работы. Вот слышно пип-пип-пип. Ну вот, в общем, райончик здесь такой... Ну, не очень. Поэтому мы пойдем искать каменный мост вдоль реки. Вот здесь виден мост. Сейчас трамвайчик заедет на мост. Смотрите. Вот там мост. Чем примечательен город Галя, Халя, Халя-Заля? Вот здесь такая старая церковь. И здесь улица со старыми домами. Все практически как раньше. Вот такие красивые дома стоят здесь. А мы зайдем вот в этот двор. Вот там еще один красивый дом на горизонте. Ну, достопримечательность, конечно, не тот дом, а вот этот панельный современный дом. Ну, современный он был, конечно, в 70-е годы. Ну, вот в 70-е годы вот так отстраивали этот город. Вот, смотрите, здесь старина за деревьями. Немного тип. Да, вот там виден очень старый дом. Даже немного кривой. Ну вот, а здесь панельный. А здесь опять старый. В общем, эти панельные дома, они как бы запрятаны среди старых домов. И так выглядит практически весь центр в этом городе. Вот, перемешку. Старая и новая. У меня, оказывается, это гимназия. Смотрите, какой вход. В этой гимназии. Вот так их реставрировали, вот эти вот обычные панельные дома. После того, как Германия объединилась, здесь появился новый мир города, который сказал, что он не понимает, как можно было без бомбежек, ну, так вот превратить город, что он выглядел практически как Гамбок, Трейсен и Ляйпциг, которые были полностью разбомблены. А вот в этом городе, в этом городе Галя, Халя, Зале, здесь люди сами все разбомбили. Вот, смотрите, уголок там. В уголке опять виден старый дом. Здесь вот этот панельный разукрашенный, отреставрированный. И вот в итоге здесь мы видим оригинальный панельный дом. И интересно, что, ну, вот эти дома строились в 70-е годы. И на сегодняшний день они, как памятник архитектуры, тоже охраняются государством. Их нельзя размалевывать, отреставрировать. Вот они должны оставаться в таком оригинальном виде.